Девочки, всем доброе утро! У нас сейчас 9 часов. На 5 минут часы спешат, а у меня уже котлеты жарятся, борщ варится, осталась зажарка, там уже этот... Надо сейчас потише сделать. Так, плиту я сейчас это все приготовлю. Плиту я помою. Катюху я накормила. Вот. Стали мы сегодня с ним. 7 часов. Так, котлеты свои я еще заготовила. Очень хорошие. Вот такие сухари панировочные. Органика. Золотая корочка. Вот такие офигенные. Надо будет еще взять. 40 рублей стоит. Ну, это магазинчик, где я брала типа синий чай. Вот. Вот такие, видите, классные вот такие панировочные сухари. Так. Ну вот и сейчас останется то у меня посуды. Вот это как всегда. После котлеты, после всего вот этого посуды много, наверное, то сейчас буду сейчас все помою. И красота. Все у меня будет приготовлено бомбовски. Так. Капуста у меня с кислой капустой будет, сквашенной. Молоко надо сейчас в холодильник. Прям мне нравится. Катюху сегодня вот заплетала. Этот, как его, прям мне нравится. Рано остался, приготовил. И все, день называется свободный. Так, что у нас тут котлеточки? Котлетки, котлетки. О, смотрите, какая красота. Бомба. Опа. О, все супер. Окорочка, окорочка. О, ой, вообще, вообще, вообще. Так, ты уже тоже готов? Так. Ты готова? Можно я еще сейчас одну положу и как раз эти две переверну. Это, знаете, хорошая такая пословица или такие слова. Никогда не говори никогда. Догадайтесь, куда я иду. Правильно, одна дорога у меня фикс прайс. Сейчас что я сделала с утра? Короче, у меня две небольшие грядки есть. Я их прополола. Все листочки, всю травочку я собрала. Вот. И иду. Фикс прайс. Ну, просто как бы и прогуляться, потому что погода сегодня шикарная. Такая шикардосная погода. Прям балдеж из балдежи. Вот. И хочу купить лейку. У нас у меня нет дома лейки. Вот. Хочу купить опрыскиватель. Ну, цветы опрыскивать тоже нет у меня. И возле фикс прайса у нас магазин этот, как его, с семенами. И я хочу, что я хочу купить. Ничего такого покупать не буду. Я уже научена своим опытом, что много не надо покупать и сажать, грубо говоря, в одну лунку 100 семян тоже не стоит. Я сейчас куплю два пакетика морковки. Вот. Попробовать морковку, да. И редиску хочу. И что еще хочу? Хочу этот. Если найду... Короче, я забыла, как эта трава называется. Называется. Катюш, как она называется? Такой изделий не буду. Укроп, петрушку не буду. Она мне не зайдет. А рукола. Вот. Еще раз попробовать руколу. Редиску и морковку. Ну, вот так хочу я. И надеюсь, что у меня все-все-все получится. Вот. Ну, и с Катюхой немножечко вообще прогуляться. Вроде бы мы сейчас на улице занимались. Но я грядки полола. Катюха играла в песочнице. Вот. Вроде бы нагулялась. Я говорю, ну, давай еще пройдемся. Ой, девочки, это такая красота. Я посмотрела на солнце. Плюс 30 градусов. Обалдеть. А я еще кофту одела. Думаю, блин, одевать не одевать кофту. Жарко, не жарко будет. Но я чувствую, будет жарко. Вот. Это я так дышу, я везу коляску. Коляску, как вы знаете, неуправляемая. Она постоянно тянет в одну сторону. Катюха хотела. Она в самокате взяла самокат. Потом что-то она передумала этот самокат. Ну-ка, ладно, давай на коляске. Так что мы сейчас купим семена. Как посадим, как будет урожай. Это точно, знаете. Ой. Я такая, нет. Не буду я больше в огород ничего сажать. Ничего, все. Ничего у меня не получается. А тут солнышко вышло. Я такая подумала, ой, ну что ты, ну что ты, моя девочка. Не справишься с двумя грядками маленькими. Это не целый огород. Люди под целыми огородами этот, как его, могут и занимаются. Думаю, ну у тебя как раз две грядки. Будет тепло. Будешь ковыряться. Ну чего ты. Ну это я сама себе говорю, да. И вот я решила. Думаю, ладно. Дам себе еще один шанс. Мы уже пришли домой с фикс-прайса. Налила себе чашку горячего кофе на улице. Красота. Немножечко вас подразнит. Так, что я купила в фикс-прайсе? Сейчас вам покажу. Вот такой вот. Ну это себе домой цветы опрыскивать. Надеюсь, будет нормально. Потому что сколько я брала в фикс-прайсе, мне... Ну, конечно, все неплохие. 77 рублей такой. Дальше. Что? Катюхе взяла резинки. 55 рублей. Так, семена сейчас попозже покажу вам. Взяла себе перчатки. Вообще пустой. Фикс-прайс. Вообще там ничего нету. Такое ощущение, что все, все и все там раскупили. Вот такие были перчатки. 55 рублей. Две штуки. Элка. И взяла себе вот такую вот штору. Это на магнитах. Она 199 рублей. Вот. Размер у нее 220 на 90. Очень надеюсь, что она мне подойдет. Что я хочу делать? Вот тут, видите, девочки. У меня вот тут всегда висела штора. Но ее всегда цепляют. Короче, она ничего не помогает. И я хочу, чтобы мне Руслан вот сюда повесил. Она получается на магнитах. И все. И шторка не будет мантеляться. Никто ее дергать не будет. И по поводу, как его, семян тоже расстроилась. Хотела морковку. Но морковку не нашла. Но не было морковки. Ни в фикс-прайсе. Ни в этом магазинчике. Короче, там тоже остатки. Ни в этом магазинчике. Это репу я взяла. Это репа. Пиндец. Зачем мне репа? Девочки, напишите, что делать с репой. Взяла. Так, ладно. Я не буду ее сажать. Потом вот такую взяла. Вот. Редиску. Она у нас самый ранний популярный сорт. 18 дней. Она 18 рублей. А, 19. И взяла руккола культурно-сакраменто-диетический салатное зелье сильнейших афродизиак. Вот. Ну, короче. Ой-ой-ой-ой, полетели. Ну, посажу их. Вот. Ну, получается, вот две редиски посажу сейчас. И посажу вот это. Ну, и все. Больше ничего не брала. Так. Ну, что? Сделала я лунки. Иди. Лунки залила туда воду. Не знаю, правильно, неправильно. Сейчас посажу я вот две рукколы. Вот. Ну, и буду надеяться, что у меня все взойдет. Очень на это надеюсь. И вот две редиски я буду делать уже... Ой, не пальцами там я делала, пальцами. А здесь я сделаю, ну, тяпкой луночки тоже сделаю. И попробую. Вот. Вот два огородика у меня. Вот здесь у меня поубирала я. И, ну, вот этот маленький у меня огородик. Ну, что думала, Оля? Ну, что ты? Ну, что ты, мать? Давай. Надо же как-то делать что-то, а не сидеть на пупе ровно. Редиску я посадила. Но посадила я только вот эту редиску. Получается, она самый ранний и популярный сорт 18 дней. Здесь получилось у меня 4. Раз, два, три, четыре. И как раз вот хватило, ну, очень много. Так, это мы уберем тяпку. Сейчас поставим на место. Ёжики. Ёзыки, ёзыки мои. Так, эту редиску пока мы забираем. Вот. Я не знаю, что делать. Надо было сверху поливать, не надо. Потому что я залила водой, да, эти лунки. Вот. Ну, земля еще холодная, как бы не совсем прогрелась. Ну, мне кажется, не надо. Потом, наверное, если за трабую, тогда полью. Пока вот так вот. И точно так же сделала вот с этой руколой. У меня здесь лунки. Раз, два. Два, да? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть лунок. И получается одна пачка на три лунки. Ну, опять же, посмотрим. Я тоже залила. Сверху не поливала воду. Так, это сюда мне. А это я сейчас это выкину вот сюда. Вот. Так что вот так вот. Ну, посмотрим, что получится. Что получится, то получится. Повесили шторку мы вот так. Получается, по ширине она большая. Ну, то, что надо, ладно. И длина. Длина на два метра. У нас дверь не двухметровая. Ну, проем. Вот. Вот так все висит. Мы хотели забить, да? Ну, как бы, чтобы она тут не мантылялась. Ну, так потом нереально пройти. Что сказать можно по магнитам? Короче, полная фигнюшка. Ну, за 99 рублей, получается, вот открываем мы, да? Ну, и больше она не эта. Она не соприкасается. Только если ты ей поможешь. Вот. Так, да. А так? Ну, в принципе, как сказать, за 99 рублей, ну, хоть вот так можно закрыть, уже не будут эти букашки, мухи какие-то лететь. Ну, что-то. Конечно, они пролезут. Ну, не так, как шторка. Потому что шторка, тут дырка, там дырка, вот тут дырка, короче. Ну, вот как-то так. Вот. Все, видите, Катюхин прошел. И только... Все, Катюш, домой? Нет. Пойдем какао делать. Нет. Ну, пошли. Нет. Смотрите, какой у меня Микки. Какой-то... Это ужас, какой у меня Микки грязный. Сегодня надо вообще его 100% купать. Катюха у меня этот, песочницы. Я говорю, пошли домой. Она не хочет идти домой. И она мне вот готовит с песка картошку фри. Да, ты мне приготовила? Это мороженое. А, это мороженое. Пойдем этот, готовить этот, как его? Какао. Нет, давай мороженое. Хочу сейчас зайти домой и приготовить этот. Какао, я уже такое готовила, капучино. Мама. Я уже, у меня есть на этом видео на канале. Вот, получается вообще здоровски. А сейчас я немножечко хочу, ну, в принципе, все то же самое. Ну, немножко по-другому там делается. Я хочу сейчас тоже зайти попробовать. Вот, тоже увидела на ютубе. Думаю, надо мне зайти попробовать. Так, какао. Делаем мы этот капучино. Что мне надо? Мне надо 100 грамм холодной воды. Дальше мне нужно кофе 25 грамм и сахар 90 грамм. Так, весы. Весы. Делаем тару. И у нас сколько? 90 грамм сахара. Сахара 90 грамм. Так. Оп-оп-оп. 95. Ну, ладно. И кофе 25 грамм. Ну, это дофигусье. Ну, ладно. Сейчас мы. Еще раз старую. И нам нужно 25 грамм растворимого кофе. Ну, это офигеть сколько много. Это полбанки, блин. Это всего 6 грамм. 8, 9. А, хорошо. Так, офигеть. Мне жалко. Мне жалко. Так я сделаю его так лучше. Все. Вот так 19 грамм. 25 немного. Это получается, смотрите, сразу. Опа. Опа-опа. Так, дальше что делаю? Я уже молоко подогреваю. Так, здесь бубушки. Этот. Беру миксер. Там есть груша, Катюшечка. Там есть груша. Так, миксер я взяла на одну ножку. Ну, и буду взбивать. Все взбила. Взбивала я вот такая вот, видите, консистенция. Взбивала я минуты, наверное, ну, около 5 минут. Сейчас это насыпаю. Опа. В чашку. А как я хочу попробовать? Так, это я сейчас тут так налью. Будешь такое? Нет. Не будешь? Еще нет. Так, и наливаем. Я хочу кофе, как вот это. И наливаем молоко. Он что, горячий? Угу, горячее молоко. А все, все, все. Все, все, все. Теперь это уже. Сейчас. Смотрите. Опа. Какая красота. Так. А, уже осела. А то было как латте. Было вот тут коричневое, а там этот. Так, дальше мы это сейчас все перемешаем. Сейчас. Поставлю вас на место. Ой, телефон падает. А когда мне вот это? А когда мне вот это? Так, сейчас. Это сейчас все перемешаю. Макс. Макс. Это какого? Да. Смолочка. Так, Максинкина. Максинка. Сейчас у тебя дам. Так, потом мы это насыпаем еще сверху. Вот такая, смотрите, красота получилась В принципе, очень-очень-очень легко Вот капучино В домашних условиях Если честно Потрясающе Потрясающе этот капучино получился Я делала менее сладкий На моем канале есть видео Как делать латте и как делать капучино В домашних условиях Меньше кофе добавляла и меньше сахара И поняла, почему Не то, что тоже было вкусно, но менее сладко Но сейчас я добавила Так как по рецепту Получилось Сейчас, девочки, секундочку Это не я Вот это, что я делала Вот этой емкости Да, и этих продуктов Грубо говоря, это получается Холодной воды 100 грамм 90 грамм сахара И я добавила 19 грамм кофе Обычного растворимого Хватит на полноценный Вот потому что Катюха У меня сейчас уронила на пол Вот эту, вот эту штуку Потому что я себе сделала Максиму сделала И там еще вот прям на конкретных две штуки Полноценные вот такие две чашки Хватит, но вкус Это нереально вкусно Это нереально Девочки, я даже не могу описать Это бомба Вот это сверху Вот эта штука Которую я сбивал Она такая, знаете Нет, просто пенка Она как-то тянется Она как-то кремообразная Отдается сладкой и в кофе Ну вот бомба И как раз молоко подчеркнула Да, получается Мы вниз это добавили Перемешали с молоком И еще эту сверху пенку Ну это вообще Это просто фантастика Это нереально вкусно Обязательно попробуйте Мне кажется, у всех Эти ингредиенты есть Есть молоко Есть сахар Есть кофе И вода Все И миксер Потому что венчиком Ну немножко сложновато Будет постоянно мешать И венчик добавили Три-четыре минуты Вот, попробуйте Прямо сейчас попробуйте Я покупалась Все Мне хорошо С легким паром Так, сейчас я Кремом пользуюсь И регулярно Это от Багздрав Это Пробиодерм 35 плюс Для сухой и питательной кожи А один крем я дала Своей сестре Для жирной кожи Для сухой кожи Мне намного больше понравился Чем для жирной Он очень прозрачный Мне вообще нравится Прозрачные крема Которые не оставляют Вот эту непонятную Вот эту, знаете Бывает такое Намажешь крем И вот такая вот Липкость Что-то неприятное Вот Никак вам, девочки Не покажу То, что мне То, что я заказала Я почему не покажу Потому что Потому что Без этой вещи Кажется Мой заказ Пустой Вот Сейчас Руслана Ее вроде бы Должен забрать По идее И уже В следующем влоге Ага Давай водить И в следующем влоге Уже покажу вам Заказ Я думала Я там заказала Вау Так много А там лежит На холодильнике Несчастный Бедный пакетик Вот И этот Думаю Нет С этой штукой Будет как-то По объеме Смотреться Мой заказ Так что Руслана Сегодня по идее Должна забрать Эту штучку И я вам покажу Уже в следующем влоге Точно Что я заказала Потому что Мне самой же Там хочется Попробовать Кое-какие Кое-какие вещи Вот Потому что Так лежит Лежит И она так Я вместе с вами Хочу распаковать Потому что Она еще до сих пор Упакованная Там все Все лежит Вот Так что Очень жду Руслана Дай бог Чтобы сегодня Сейчас все забрал И я вам покажу Обязательно Что я заказала Но на сегодня Мы будем с вами Прощаться Увидимся с вами В следующем влоге Всем пока-пока Люблю Целую Целую Обещачки Всем пока